в данном уроке я расскажу вам о настройках мира это вот данная вкладочка с планетой я к ней возвращался уже неоднократно и часто регулировал данный параметр color сейчас у нас в сцене нет источника света если мы выполним рендер мы вот видим наш куб и плоскость немного из-за того что здесь серый цвет стоит если выставить здесь полностью черный цвет то в результате у нас все будет черным но теперь мы нажмем данную клавишу use notes здесь развернем меню превью чтобы мы видели превью результат и теперь уже поговорим немного настройках данного мира ну данный параметр изменяет цвет мира мы можем сделать его немного ярче теперь у нас мир светится зеленым цветом здесь параметр strength регулирует силу свечения вот теперь все стало намного ярче здесь настройки схожие настройками lamp тип здесь указан background то есть как видите это все тот же нот так как мы нажали клавишу use notes указан тип background то есть фон и вот здесь напротив color есть такая кнопка с точкой ее мы можем нажать и здесь мы можем выбрать в качестве фона текстуру но для начала я вам еще покажу вот такую функцию пункт sky текстур он недавно появился в blender версии 268 или 269 вроде бы и здесь у нас как видите сейчас получился вот такой фон я переключусь на режим отображения render it и мы видим у нас в сцене есть горизонт есть такое светлое небо и более темный низ и сцена выглядит вот таким образом здесь мы можем вращать данный виджет сейчас я немного поверну регулирует данный параметр вот сделал наподобие заката сейчас перейдем на вид из камеры давайте даже render делаем и вот видите я настроил сцену таким образом и сейчас у меня вечернее время суток светит такое оранжеватое солнце и падают вокруг куба такие мягкие тени то есть доступна такая возможность настройки сцены а также есть очень удобный способ часто используется при визуализации интерьеров это так называемые hdr текстуры мы выбираем тип здесь же я нажал эту точечку environment текстур сейчас у нас нет никакой текстуры мы нажимаем open я выбираю текстуру hdr здесь preview но если вы плохо видно вот мы перейдем в сцену и видим здесь изображение студии то есть в настоящих студиях часто используют различные зонтики направляющие источники света вот такой фон располагается в блендере также при рендере каких-то объектов часто используется вот эта стандартная студия такая угловатая здесь перейдем также на вид из камеры сделаем рендер и вот мы видим как выглядит наша сцена с использованием данной студии данный данное изображение hdr получается во всех направлениях излучает свет в тех местах где наиболее яркие области там и появляются наши как бы источники света и от них идет небольшая тень а в темных областях света значительно меньше и таким образом с тех сторон наша сцена не освещается таким образом с использованием настроек на вкладке мира вы можете загрузить текстуру здесь также есть параметр силы свечения вот его могу увеличить и вы можете без использования ламп лишь с помощью одной текстуры настроить полностью освещение в вашей сцене и если камеру или даже не камеру наверно увеличить просто плоскость чтобы не было видно самой студией камеру мы поднимем и вот я делаю рендер и теперь у меня в сцене не видна данная текстура я вижу лишь все то что в ней присутствует и с помощью одного изображения я настроил вот такое приятное освещение в собственной сцене больше я вам здесь по поводу настроек мира рассказывать не буду то есть стандартное изменение его цвета использование в качестве фона каких-то изображений и также вот этот данный параметр sky текстур можете с ним поиграться он довольно таки интересный и быстро можно настроить какое-то реалистичное небо для вашего мира